МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа «Городские встречи» в студии Дина Исляева. Сегодня у нас в гостях имам Мухфаси Рязанской области Рашид Бултачаев. Добрый день. Здравствуйте. Сегодня мы поговорим о празднике Ураза-Байрам, который мусульмане отметили на этой неделе. Что это за праздник? Почему он считается одним из главных? Ну, в исламе два праздника. Это самый главный Курбан-Байрам, праздник жертвоприношения. И второй праздник – это Ураза-Байрам, праздник разговения, который отмечается после священного месяца, поста Рамадана. Но, тем не менее, еженедельный праздник – это день пятницы, когда мусульмане также приходят в мечети, в молельные дома, слушают наставления, проповеди имамы и совершают коллективную молитву. Как проходит само празднование? Ну, мусульмане с утра собираются в мечетях, на площадках, где также слушают внимательно наставления имамы и совершают коллективную молитву. Хотя нужно сказать, что, может быть, и обязательности выполнения нет этих праздников, но, тем не менее, все мусульмане, в первую очередь мужчины, стараются прийти, чтобы повстречаться и со своими одноверцами, чтобы приобщиться к этому празднику и вообще, чтобы поддержать в себе тот дух, который должен царить в каждом человеке, в каждой душе. Какие традиции с этим праздником связаны? Ну, во-первых, нужно сказать, что перед этим праздником на протяжении всего месяца Рамадана мы здесь, в нашем маленьком доме в Дягиле проводили ежедневные ифтары, это вечернее разговение после захода солнца. Ахандура тоже в этом году, несмотря на кризис и плохое финансовое, материальное положение у наших прихожан, тем не менее, каждый день у нас это получилось провести. Каждый день приходило где-то 400, даже больше человек, и в последние они тоже увеличиваются. В день праздника мы тоже готовим праздничный обед, чтобы после совершения молитв, как раз находясь недалеко от мечети, от молильного дома, верующие смогли туда зайти и тоже вкусить вкусное праздничное явство. Как верующие поздравляют друг друга в этот день? Ну, поздравляют лучше, конечно, любыми хорошими словами, но тем не менее, есть установленные хадисами слова пророка Мухаммада Алиса Сырам, где он говорил, что поздравляемый праздник будет благословенным для нас и для вас. Вот вы сказали уже, что после молебна приглашаете всех, как правило, на угощение, а все-таки сам праздник, вот сколько его празднуют, сколько дней может быть длится он? Официально сам праздник Новороза Байрама – это один день, но он празднуется три дня. Если даже сразу соотнести с Курбан Байрама, то там уже официальных, именно четких таких праздничных три дня. Тем не менее, здесь все-таки праздник как таковой он один день, но праздничное настроение, архамдуля, я надеюсь, что не покинет нас еще и на ближайшие дни. В этом-то раз я хотел бы поблагодарить наше министерство по территориальным образованиям, которое нас курирует, которое пошло нам навстречу и попросило предоставить нам ту же площадку, где мы проводили праздничный намаз в прошлом году. Это возле автосалона «Тэмпавта» в Дзягилево. А в этом году где еще проходили, кроме Рязани, молебны в Рязанской области? Ну, месяц поста и ночные молитвы, таравех, которые читаются каждый день в Местер Мадан, они проводятся по всей области, во всех мечетях, молениях, домах и комнатах, также и в исправительных учреждениях, где также будут проводиться и праздничные благослужения с изволением Всевышнего Аллаха. Прихожан каких национальностей объединяет этот праздник? Ну, традиционно, это мусульманские национальности, это и татары, это и таджики, узбеки, азербайджанцы, представители кавказских национальностей, чеченцы, дагестанцы, мы так общим словом говорим, все 33 нации Дагестана, это все мусульмане. В некоторых странах этот день считается выходным, но вот у нас, к сожалению, пока еще нет. Да, в некоторых наших региональных республиках тоже отмечается, если не ошибаюсь, и в Чечне, и в Татарстане, и в Башкортостане. Бывают времена, когда дни праздника приходятся на выходные или праздничные дни. Тем не менее, в этом году так совпало, что Роза Байран во вторник, поэтому еще за несколько лет мы посмотрели, что когда праздники приходятся на летние дни, когда солнце встает еще рано, поэтому начинаем пораньше, чтобы все наши мусульмане тоже не опоздали на рабочие места. Но вот с работодателей все-таки, как правило, идут навстречу, отпускают на молебен. Конечно, и огромные тоже благодарности работодателям, и директорам, и фабрикам, и заводам, и частных предприятий. Даже за то, что они дают возможность мусульманам совершать намазы на рабочих местах. Ведь любой нормальный человек понимает, что если человек молится Богу, то он и не обманет, и не украдет, и не сделает какие-то оплошности в своей работе. А когда у него будет еще и душа спокойна, то он еще с большей уверенностью, с большим сосредоточением будет выполнять свою работу, которую он должен делать. Какие планы у Мухты и Сибата по развитию на ближайшее время, на этот, на следующий год? Да, нужно сказать, что с 8 марта у нас по пятницам, когда вот 8 марта был праздничный день, уже наши молельные территории, это молельный дом у Дягера, молельная комната на Пугачево, уже не вымещают всех желающих прийти. Они уже стоят на улице, и мы начали готовое письмо, чтобы выйти с обращением на главу администрации города Рязани у губернатора с просьбой выделить нам площадку и землю для строительства официальной мечети в областном центре. Если говорить в целом об обеспеченности в регионе, вот религиозными учреждениями, как складывается обстановка? Ну, если в маленьких городоохранительных центрах еще мы справляемся с количеством людей, то, конечно, Рязань уже совсем не справляется, потому что 2 или 3 площадки – это совсем мало. Все-таки, наверное, самый обеспеченный в этом плане – это Касимовский район. Да, Касимовский район – это как наследница Касимовского ханства, где испокон веков и строились, и мечети, и мадресе, и мусульманские школы. Благо, что не все из них находятся в худшем положении. Хочу даже, может быть, забегая вперед сказать, что сейчас вот в эти дни съемочная группа из духовно правильных мусульман Российской Федерации из Москвы ездит у нас по старым мечетям, по полуразрушенным мечетям, которые еще остаются и сохраняются у нас. В основном это восточная часть Рязанской области, как раз территория Касимовского ханства. Есть проект о том, чтобы сделать фильм о мусульманах Рязанской области, который выйдет ближе к осенью, когда будут празднования очередные духовно правильные мусульман Российской Федерации. У нас сейчас есть возможность еще раз поздравить мусульман с этим светлым праздником. Дорогие мусульмане, верующие, искренне поздравляю вас с одним из главных праздников – ураза-барам, праздником разговения. Молю Всевышнего принять наш пост, который и в этом году выполнен на долгие, некоторые жаркие дни. В 18 и более часов мы постимся, надеясь на милость Всевышнего Аллаха, на прощение наших ошибок, грехов, выведение всех нас на истинный, на праведный путь. Аллаху, прими наши молитвы, наши благие деяния. Аллаху, дай нам, нашим детям, внукам и даже правнукам, родителям, братьям и сестрам, женам и мужьям благосостояния, благополучия. Аллаху, береги всех нас от всего пагубного и запретного. Аллаху, сделай так, чтобы мы, мусульмане, достойно себя вели в обществе, чтобы мы помогали другим людям, независимо от нации или вероисповеданий. Аллаху, сделай так, чтобы на нашей земле воцарился мир, там, где его пока еще нет. И чтобы те военные годы, чтобы те наши тоже, и деды, и прадеды, которые защищали и нашу страну в течение Великой Отечественной войны, не осталось бесследно, и над нашими головами всегда царил мир и безопасность. В гостях программы «Городские встречи» был имам Мухтаси Призанской области Рашид Бултачеев. Спасибо, что пришли. Спасибо большое вам, и вам тоже, вашей компанией. Процветание. Всех вам благ. Спасибо. Наша программа подошла к концу. Я с вами прощаюсь. До встречи на телеканале «Город». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова